Безответственный подход заказчиков и подрядчиков. Такие причины появления большого количества недостроев на территории окружных сел, назвал глава администрации Заполярного района. На еженедельном расширенном совещании Олег Холодов представил доклад об объектах незавершенного строительства. Сегодня статус долгостроя имеют около двух десятков объектов. Заказчиком всех работ выступает Заполярный район. Сумма бюджетных средств, вложенных в объекты, превышает 3 миллиарда рублей. Ещё столько же понадобится, чтобы их завершить. Детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, многоквартирные дома, фермы, дизельные станции, очистные сооружения, рыбоперерабатывающий цех. Недострои ждут своего часа практически в каждом муниципалитете. Многие из них должны были быть введены в эксплуатацию ещё пять лет назад. К примеру, контракт на строительство школы сада в посёлке Бугрино заключили в декабре 2010 года, со сроком сдачи в августе 2012-го. Спустя семь лет готовность объекта составляет не более 11,5%. Сумма потраченных бюджетных средств – 286 миллионов рублей. Общая же сумма вложений в нынешние недострои составляет 3,2 миллиарда рублей. Тут, безусловно, и низкое качество контроля, и проблемы проектов в связи с непроводимыми изысканиями, то есть опирающиеся на данные ещё советских периодов. В связи с этим в рамках строительства возникает куча проблем с проектом, который требуется решать. Глава региона акцентировал внимание, что за неэффективно потраченные бюджетные средства ответственность никто не понёс. Тем не менее, стройки должны быть завершены. Особенно это касается школ в Тельвиске, Красном и Нижней Пёше. Готовность этих объектов высокая. Здание необходимо подготовить к вводу в эксплуатацию. Василий Евгеньевич, к вам просьба Тельвиска, Тельвиска, Пёша и Красная. На каждой планерке, на каждой докладывается, человек на объекте, стадия завершения, срок сдачи успевает, успевает. Хорошо. И глава, значит, тоже просьба контролировать этот вопрос. По итогам доклада губернатор дал ряд поручений. Руководителю профильного департамента Алексею Еремееву уделять пристальное внимание каждому вновь начатому строительному объекту и максимально усилить процедуру контроля. Вопрос о повышении ответственности недобросовестных подрядчиков необходимо вынести на федеральный уровень. К этой работе подключится депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. По словам депутата, проблема долгостроев актуальна для всех регионов. В России их насчитывается свыше 12 тысяч.